Здравствуйте, это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Я провел очередной опрос на своем канале на тему упражнений после эндопротезирования тазобедренного сустава. И он дал следующие результаты. 24% участников этого опроса уже перенесли эндопротезирование тазобедренного сустава. И они хотели бы получить какие-то конкретные упражнения. 9% участников опроса предстоит эндопротезирование тазобедренного сустава. И конечно им интересно, какую гимнастику необходимо делать после этой операции. И у 67% участников опроса имеется та или иная степень артроза тазобедренного сустава. И они также хотели бы получить какие-то эффективные упражнения для улучшения функции тазобедренного сустава. Сейчас вы эти упражнения посмотрите. Сначала выполняем упражнение лежа. Первое упражнение можно делать сразу на следующий день после операции. Поднимаем оперированную ногу. Удерживаем ее на весу 5-7 секунд. И спокойно опускаем на кровать. Это упражнение делаем 5-10 раз. Оно направлено на укрепление прямой мышцы бедра, которое находится по передней поверхности бедра. Дыхание ровное, спокойное, свободное. Следующее упражнение. Ложимся в позу лягушки. Сгибаем ноги в коленных суставах, тазобедренных суставах. Пятками упираемся друг в друга. И разводим и сводим ноги. Это упражнение делаем 10 раз. Состояние должно быть такое расслабленное. Руки лежат на бедрах. Дыхание ровное, спокойное, свободное. Сводим ноги. Разводим ноги. Следующее упражнение. Это ротационное движение ногами. То есть поворачиваем ноги кнутри, кнаружи, кнутри, кнаружи. Ноги должны быть на ширине плеч. Дыхание спокойное, свободное. Состояние должно быть расслабленное. Также делаем 10 раз эти упражнения. Поворачиваем как здоровую ногу, так и оперированную ногу. Следующее упражнение направлено на укрепление ягодичных мышц. Лежим на спине. Ноги прямые, сведены. И напрягаем ягодицы. Удерживая напряжение 2-3 секунды. Сдавливаем ягодицы между собой. Упражнение делаем 10 раз. Следующее упражнение. Полумостик. Сгибаем здоровую ногу в тазобедренном суставе. В коленном суставе. Оперированная нога вытянутая. Упираемся в пятку оперированной ноги. И поднимаем таз. Делаем это упражнение 10 раз. В этом упражнении напрягаем прямую мышцу оперированного бедра. Сидим. Под коленом валик или подушка. Носок больной ноги тянем на себя. Живот втянут. Выпрямляем голень. И чувствуем как напрягается бедро. Удерживаем такое состояние в течение 3-4 секунд. И медленно опускаем голень. Удерживаем бедро. Чувствуем как напрягаются мышцы. И опускаем голень. Следующее упражнение. На разгибании оперированного бедра. Оно выполняется лежа на животе. Под голеностопный сустав оперированной ноги нужно положить валик или подушку. Живот втянут. Ягодицы напряжены и сжаты. Выпрямляем оперированную ногу в коленном суставе. Удерживаем 2-3-4 секунды. Расслабляем ногу. И укладываем на место. Упражнение выполняем 10 раз. Следующее упражнение. На растяжение мышц передней поверхности оперированного бедра. Лежим на животе. Под животом валик или подушка. Живот втянут. Ягодицы сжаты и напряжены. Больную ногу сгибаем в коленном суставе. Чувствуем, как напрягается передняя часть бедра. Удерживаем ногу 2-3 секунды в таком положении. И кладем ногу на кровать. Такое упражнение выполняем также 10 раз. Расширяем режим активности после эндопротезирования сустава. На второй и на третий день можно выполнять упражнение, сидя на стуле. Живот втянут. Спина прямая. Ягодицы сжаты. Напряжены. Мы поднимаем оперированную ногу до угла 90 градусов. Немножко удерживая ее на весу. Это же упражнение повторяем и со здоровой ногой. Так же 10 раз. Советую эти все упражнения делать со мной. Вместе людям, которые перенесли эндопротезирование тазобедренного сустава. Первый день лежа. Второй день сидя. И дальше будет видео, где нужно делать упражнение стоя. Следующее упражнение тоже сидя на стуле. Живот втянут. Спина прямая. Ягодицы сжаты. Поднимаем оперированную ногу. Тянем носок на себя. И ощущаем напряжение по задней поверхности бедра. Немного ногу удерживаем в таком положении. И ставим на место. Сначала делаем это с оперированной ногой. И повторяем упражнение со здоровой ногой. Продолжение следует... Эти упражнения укрепляют задний отдел оперированного бедра. Расширяем режим активности после эндопротезирования сустава. Дальше. На третьи сутки можно делать уже упражнение стоя. Держать за стул. Живот втянут. Отводим оперированную ногу. Десять раз. То же самое упражнение. Повторяем. И со здоровой ногой. Когда отводим ногу. Немножко можно удержать ее. Две, три, четыре, пять секунд. Повторяю. Это упражнение можно делать уже на третьи сутки. После эндопротезирования сустава. Следующее упражнение. Стоим спиной к стене. Держимся за стул. Живот втянут. И поднимаем оперированную ногу. Согнув ее в коленном суставе. Сгибаем. Опускаем ногу. Сгибаем. Опускаем ногу. При этом спина должна быть прямая. Держимся за спинку стула. Следующее упражнение. Держимся за спинку стула рукой. Спина прямая. Живот втянут. Поднимаем оперированную ногу. И удерживаем на весу 5-7 секунд. Удерживаем 5-7 секунд. И медленно опускаем. Это тоже упражнение на владение весом конечностей. Это же упражнение мы делаем на первые сутки после операции. Лежа. А здесь делаем уже стоя. И заканчиваем комплекс упражнений. Махами. Машем больной ногой. Вперед. Назад. Держась за стул. И немножко придерживая бедро рукой. 10 раз делаем это упражнение. И следующее упражнение. Это отведение оперированной ноги назад. И удержание на весу. 3-5 секунд. 10 раз делаем это упражнение. Это упражнение на улучшение разгибания оперированного козобедренного сустава. Если понравилось вам это видео поставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Подписывайтесь на наш канал. Становитесь спонсором нашего канала. Это даст вам возможность получить конкретный какой-то набор упражнений. Или консультацию в соответствии с пожеланиями. Поделитесь этим видео с людьми, которые страдают артрозами козобедренного сустава. С теми вашими знакомыми или друзьями, или родственниками, которые перенесли эндопротезирование козобедренного сустава. Тем, которым предстоит эндопротезирование козобедренного сустава. Всего вам доброго. До свидания. И будьте здоровы.